ГУРУДАМ ГРАНТАДАМ, НАМАДАМ ДХАМАДАМ МУЖА, БАКТИ ДАМ БУРИДАМ БАНДИ БАКТИ ВИНАДАКАМ САДА ГУРУДАМ ГРАНТАДАМ, НАМАДАМ ДХАМАДАМ МУЖА, БАКТИ ДАМ БУРИДАМ БАНДИ БАКТИ ВИНАДАКАМ САДА Ши Шила Бхакти Шидданто, Сарасвати Госвами Такур Пахупад, он говорит, что Шила Сачиданада Бхактина Такур говорил о себе, как у подметальщики Намахатты, рынка святого имени. Шила Бхакти Шидданто, Сарасвати Госвами Такур Пахупад, говорит, что Шила Бхактина Такур, значит, Гаудия Матх, все мы обретаем от Бхактина Такура, Шила Бхактина Такура говорит, что мы обретаем все от Шилы Бхактина Такура, и сейчас мы должны иметь терпение изучать его описание, его наследие, то, что он оставил нам. Мы должны изучать это под руководством Гуру Варги, и тогда мы обретем все. На самом деле, если сказать более точно, то Гаудия Матху не отличен от Шилы Бхактина Такура, Шилы Пахупады. И Шилы Пахупады говорит, что Читане Матх, значит, это сам Шри Читане Махапрабху. Шила Пахупады говорит, Читане Матх это источник того изначального Читане, Читане Васту. Он источник. И поэтому Шри Читане Матх, он не отличен от самого Шри Читане Махапрабху. И вы можете помнить, что Шри Читане Махапрабху, он разжег, он начал огонь нам ягья в доме Шивасангана. В доме Шивасангане Шри Читане Махапрабху, он начал нам ягья, он зажег этот огонь Санкиртаны. И те, кто настоящие Гаудеи, настоящие Гаудеи, Шила Пахупад говорит, если они готовы принести в жертву свою жизнь в этом огне Санкиртаны, зажженным Махапрабху, если мы можем принести в жертву нашу жизнь в этот огонь Санкиртаны, и тогда мы настоящие Гаудеи, иначе мы не Гаудеи. На самом деле, если мы можем поддерживать такое качество, то тогда мы Гаудеи. Иначе, нет, мы не можем говорить о себе, как о Гаудеях. И на самом деле много преданных, так называемых преданных. Они не могут понять настроение Шила Бахтина Натакура. Много преданных. Далеко не все они могут понять настроение Шила Бахтина Натакура. Даже те, кто живут в Нарадакунде, не говорят, что Бахтина Натакура находится в их наставнической преемственности. Я не хочу об этом говорить. Но они утверждают, что Бахтина Натакура в их наставнической преемственности. И они также говорят какие-то сахаджийские вещи, которые мы не можем принять. И вот суть в том, что большинство людей, они не могут понять настоящее настроение, настоящее чувство Шила Бахтина Натакура. Вот в этой пранамантре мы говорим, что рупануга-бара. Вар значит лучи, он лучи из рупанук. И после того, как Шила Бахтина Натакура ушел в 1914 году, Он жил в месте под названием Ула, это Бирнагар. Это около трех станций по железной дороге от Кришна Нагара. Шила Бахтина Натакура, он жил там. И с самого рождения он показывал никакие необычные деяния, необычные признаки в его жизни, они уже проявлялись. Поэтому продолжил свое обучение в Гуваре, в Кришна Нагаре. Но так или иначе, когда я говорю, я буду говорить о особенностях Шила Бахтина Натакура, поскольку вся наша Гуварга, как Шила Бахтина Сиданта Сарасвати Госвами, Правхопад, Шила Кеша Гусе Махраджи, все. У них есть два аспекта — это онтологический и морфологический. И если мы хотим говорить о Вашнавах, о их Сиданте или о нашей Гуваге в их День Хода или Явлении, то лучше, если мы хотим понять Вашнава, мы должны понять его учение, его Сиданту. Это правильный путь. Иначе просто физически, кто где родился, какого цвета, там, высокий или не очень, какие-то материальные аспекты — это не Вашнава Даршан. Шила Бахти Прагианна Кеша Гусе Махраджи, он говорит, что мы видели в жизни Шилы Прохопады, когда был День Уход или День Явления какого-то Вашнава, Шила Прохопад всегда говорил о Сиданте этого Вашнава. Это то, как мы должны пытаться понять чисто Вашнава. Это настоящий путь к этому пониманию. И вот когда Шила Бахтианна Кеша ушел в 1914 году, перед Радхаятрой, в предыдущий день, и после этого Сахаджи, они говорили, какой-то ересь Шилы Прохопаде, они говорили, что Шила Прохопад очень жесток, а Бахтианна Кеша Гусе Махраджи был более, как сказать, более свободные дровы у него были. Вот, например, они видели, что Шила Бахтианна Кеша Гусе Махраджи, он приглашал каких-то Сахаджи, и они пили киртаны перед ним, а вы никогда не позволяете этого. Почему? Шила Прохопад засмеялся. Шила Прохопад говорит, что Бахтианна Кеша только ушел, а вы сейчас говорите, такой ересь про Шила Бахтианна Кеша, если я уйду, что дальше будет. В всю свою жизнь Шила Бахтианна Кеша никогда не поддерживал никакой Сахаджийской седантии, седантии, никогда все, что говорит Шила Бахтианна Кеша, его речь, его слова, его жизни не было там, никакой Сахаджи. И Шила Бахтианна Кеша, он первый, кто представил философию Горанги Махапрабху, иностранцам, он первый был, кто начал проповедовать за пределами Бенгала и Индии, первый, кто представил Гаудья Даршан всему миру на различных языках, на хенди, на бенгалии, на санскрите, на орду и на прочих Шила Бахтианна Кеша. Он знал много языков. Из его истории жизни можно найти, что в то время он так проповедовал и аподху, и после того, как ушел, все читания Махапрабху из этого мира, этот мир погрузился в тьму. То есть никто не уважал Вайшнавов, поскольку под именем Вайшнавов, под именем Гаудья Баджана, те Сахаджи, они занимались всякой ересью, и поэтому особенно образованный класс людей, если они слышали о Гаудья Баджане или о Махапрабху, они видят поведение этих Сахаджи, они не уважали нашу Сампрадаю. И из-за этих Сахаджи, из-за их поведения и прочего, никто не уважал их, и, соответственно, то Сампрадаю, чем именем они прикрывались. Я могу привести такой пример очень важный, поскольку Шила Бхачино такого сам сказал, и поэтому я говорю, Шила Бхачино такого сказал, в то время Раджа Муахан Рай и прочие, они не были какими-то духовными лидерами, но они хотели доказать всем, что они представляют что-то из себя на духовном пути. Бхачино Бхачино, Бхачино Бхачино и еще какой-то товарищ, он был такой социальный реформатор, и люди уважали его очень-очень сильно. И однажды Шила Бхачино такого говорил, что однажды этот Раджа Муахан, он захотел что-то узнать о сочетании Махаправу. И вот он подумал, что кто-то говорит, что учение Махаправу очень великолепно, но мы смотрим последователей, которые ведут себя должным образом, и вот он, так или иначе, он был умен, пошел узнать что-то к чему, и вот он попал к какому-то сахаджи, и спрашивает, «Может ли ты что-то сказать о ученише Читани Махаправу?» Он этот сахаджи сказал, «Да, конечно». Он начал что-то говорить, и после этого он говорил какую-то ересь, этому Раджа Махаправу что это не понравилось, он ушел. То есть это была такая ситуация перед явлением Шила Бхактюна Такура. А Шила Бхактюна Такура, он седьмой Госвами. И когда Шила Бхактюна Такура пришел в этот мир, Шила Бхактюна Такура, он был великий поэт и писатель, никто не может представить в те времена Бхактюна Чандра Чатарджи и прочие, но если Шила Бхактюна Такура, то есть если Шила Бхактюна Такура хотел написать что-то материальное, никто не мог превзойти его, но Бхактюна Такура, он никогда не стремился к славе, к почестям, он хотел донести до людей, что есть абсолютная истина. И в начале всего Шила Бхактюна Такура после того, как он закончил свое образование, он был очень беден, поскольку его предки, они были очень богаты. То есть мы пойдем в Гаю, там обнаружим, что его предки они построили, их имена практически на каждом углу, там надписи с их именами за счет их заслуг, но потом они разорились так или иначе, и вот ничего, и Шила Бхактюна Такура был беден в начале, и после того, как он закончил свое образование, Шила Бхактюна Такура, он явил такую лилу, он ходил учиться к Виттасагур, может вы слышали его имя, он был знаменитый ученый по санскриту, он очень прекрасно назвал санскритскую грамматику, и преподавал ее, соответственно. Он был просто сердечный, но и так или иначе, он просто преподавал санскрит. И Шила Бхактюна Такура явил Лилу, что он учился в Виттасагуре Махаша, и Виттасагур его очень-очень-очень уважал, его звали Кедрнаддата, и вот он был этим ректором санскритского колледжа, и однажды Виттасагур преподавал там, и Бхактюна Такура присутствовал на его уроке, и спросил, вы говорите, что Бхагаван без формен. И сейчас вопрос мой к вам, видели ли вы Верховного Господа? Вы говорите, что Бхагаван Нирвишеш безличен. Вы объясняете таким образом, и моя просьба, можете ли вы сказать, привести какой-то совершенный пример, доказывающий этого? Видели ли вы Верховного Господа, что вы говорите так? Поскольку вы, Шилла Бхактюна Такура говорит, вы всегда так говорите, что я не могу видеть, и то, что я не могу видеть, я не могу говорить об этом, соответственно, о том, что я не видел и не понимаю. И Шилла Бхактюна Такура спросил, то есть, если вы утверждаете так, то следует из-за того, что вы видели Верховного Господа, и Ведя Сагу не было, что ответить. Он замолчал, и с тех пор Ведя Сага понял, что этот Шилл Бхактюна Такура необычен, и с тех пор он особо заботился о нем. И после того, как он закончил свое образование, когда Ведя Сагу, он увидел, что у него с деньгами плохо, он для него нашел какую-то работу в Варисе, как в качестве школьного учителя. и потом, постепенно, в то время, Англия была под управлением англичан, и они заметили Бхактюна Такура. он дали ему какую-то хорошую работу в их правительстве, соответственно, и потом Шилл Бхактюна Такура всю жизнь он говорил только об абсолютной истине. И когда Шилл Бхактюна Такура вернулся в Кришна-Нагару, он был этим, как по-русски сказать, ну типа губернатор или что-то такое, дистрикт-магистр. И в то время тот писатель, который написал Ван Де Матарау, Бан Ким Чандра какой-то, Мудхо Падье, или как это? И вот И вот И вот так получилось, что Бхактюна Такура переезжала в Ширампур, а этот товарищ, соответственно, приступал к работе вот в этом районе. И у них в течение двух дней они, в общем, менялись своими рабочими местами в английском правительстве и общались параллельно. И Шилл Бхактюна Такура ему приводил свидетельство, но он был человеком с материальным умом и не принял. И после этого Шилл Бхактюна Такура переехал в Пури, в Парашютом Дому. Опять же, тоже английское правительство поручило ему контролировать весь храм Господа Джаганатха. И Шилл Бхактюна Такура в своей жизнеописании пишет, что в то время мне выпала возможность говорить о Даршане Сигуранге Махапрабху внутри храма Джаганатха. Где те брахманы, которые сидели внутри храма Джаганатха на алтаре, большинство из них верили в безличного брахмана. И Шилл Бхактюна Такура избегал этого места, он находился там, где отпечатки стоп с сочетанием Махапрабху. И Шилл Бхактюна Такура вечером обычно сидел там. И он говорил, что это место не назвали Бхактимандал, а в это место где сидели брахманы там Мухтимандал, соответственно. и все признанные они приходили к нему и вечером они обсуждали свиданту, совершались на Киртан. И до сегодняшнего дня можно найти, что какие-то панды там до сих пор совершают Киртан. Итак, Шилл Бхактюна Такура совершал Бхактюна Такура и далеко не все понимали настроение Шилл Бхактюна Такура. Однажды он не мог понять, кто такой Бхактюна Такура. Он сказал, говорил, что нет толку к нему ходить ни Вашнав, ни Туласимала, ни Этилака, ничего иного. И после этого этот Бхактюна Махарадж он какая-то проблема у него случилась в его Бхактюне. Он думал, что же случилось, и потом понял, что оскорбил Бхактюна Такура, он пришел к нему, припалкивал Лотосом Стопам. Стопам просил прощения, что не смог осознать его, что он Вашнав и опознать. И он раскаялся, просил прощения, он понял, что Шилл Бхактюна Такура он личный спутник Гуранги Махапрабуи. И после этого его Бхактюна опять улучшился. И вот когда Шилл Бхактюна Такура был руководителем этого храма Джаганатха в Пуре. И потом там был какой-то Йоги Бишкичин. Он занимался своими аскезами в лесу. и он был как сказать он был у него хулиганский образ жизни. и он объявил, что он будет совершать расу в каком-то месте. И Бхактюна Такура решил, что это надо предотвратить. И они вместе с полицией пошли туда. но этот йоги был очень могущественным. Он хотел отомстить Бхактюна Такура. Он хотел убить его своей йогической силой. И Бхактюна Такура читал Бхактюна Такура. И мантры, посланные этим йогом, они не смогли достичь его. Он повторял Харинам, это давало защиту ему. И потом этого йога поймали на каком-то преступлении очередном. И вот он как-то пытался оскорбить Бхактюна Такура бросить ему вызов. Как он какую-то черной магией занимался, колдовал на него и прочее. Но очень но Бхактюна Такура он потом оправился от этой его магией. И в итоге твой йога посадили в тюрьму. И после этого когда Бхактюна был в буре, у него, вот он говорит, что у него была возможность изучать писания Госвами, поскольку их манускрипты, поскольку в то время еще книги особой популярности не пользовались. и Дживаго Свами он один из первых, кто начал писать на бумаге. Это как бы не совсем бумага какие-то, что-то между бумагой или тканью. Во время я бумага такого распространения еще не получила. И Бхактюна такова говорит, что тогда я шел, изучал писания Госвами. и после этого Шила Бхактюна такова написал много книг в своей жизни. и когда Шила Бхактюна такова работал в обеденные перерывы он писал Киртана. Бхактюна такова никогда не отдыхал. Он дал нам настолько много всего, что можно сказать, что Бхактюна такова не отлична от Гаудья Матха. Если вы поймете учение Бхактюна такова, вы автоматически осознаете величие Гаудья Матха иначе нет. На самом деле то когда кто-то ругал Шила Бхактюна такова, Шилу Прабхупаду, точнее, что Бхактюна такова, он позволял петь каким-то сахаджим. А Шила Прабхупада отвечал на это, что всю свою жизнь Шила Бхактюна такова, никогда не одобрял этой сахаджи, но люди спорили, что перед нами пели, мы видели, но Шила Прабхупад говорил, вы не понимаете, Бхактюна такова, он повторял хренам, настроение Шила Бхактюна такова, вы не можете понять, вы видели, что перед ним какие-то сахаджи и пели, но какое же настроение было Шила Бхактюна такова, он был на собрании, он понимал, что обычные люди не могут понять мои философии, по крайней мере, они придут на эти гиртаны, там они смогут увидеть Бхактюна такова, и с помощью овощного дашина, они обретут сукрытие, и поэтому Бхактюна такова, он таким образом хотел, чтобы обычные люди чтоб какое-то благо получили, иначе Бхактюна такова, он никогда не одобрел никакой сахаджи, и И вот я сказал вам, что Гудрума это очень важное место Гудрум-двипа из восьми островов Гудрума она наивысшая, поскольку Гудрум-двип это олицетворение киртана и также это нандограмм и нитянанда прабху он открыл намахату и сила Бхактюна такова он говорит о себе как о подметальщике намахаты я уже говорил вам что намахата значит там там где есть харинам чистое святое имя намахата если подумайте более глубоко вы можете понять значение намахата намахата значит это это рынок хаты буквально значит рынок намахата это то место где есть чистое святое имя поскольку те махаджаны наша гурварга они продают харинам и какая же цена этого харинама вера еще так же пишет в своих киртанах что что и вот бакханатакуру пишет и каково значение намахата это простыми словами объяснить что это буквально рынок святого имени где продают харинам наша гурварга продают харинам но какое настоящее значение почему шила бакханатакуру говорит о себе как о подметальщике рынка святого имени поскольку то место где происходит чистая харикатха чистая сиданта то там если какая-то сахаджи какое-то нечто нечистое если оказывается там то наша гурварга она выметает его оттуда и гудрума это намахата и шила бакханатакуру говорит то есть если есть какая-то сахаджи сиданта виру то бакханатакуру очищает это место он убирает всю ересь с рынка святого имени и сейчас проблема в том что если мы не сможем поддерживать нашу сиданту наше учение то в будущем мы потеряемся а шилопор подговорит что если сможем защищать сиданту то автоматически если сиданта вани будут сохранены защищены то все остальное оно тоже будет сохранено и шила покупат он предупреждает нас будьте уверены что бакхивино дара она бакхивино дара она никогда не будет остановится мы можем обрести бакхивино дара она никогда не остановится мы можем обрести бакхивино дара она будет вечно но она может скрыться на какое-то время как в гае есть например такое явление как реки которые под землей текут сверху вроде пустыня песок если немного копнуть то вода течет можно увидеть и шила покупат говорит что бакхивино дара она никогда не остановится это невозможно так или иначе бакхивино дара она будет течь мы можем найти течение учение шила бакхивино дара и в этом мире может несколько преданных будут здесь которые будут поддерживать это учение и так же решить он правильно не она unge и bao years когда с усилиeder достиг мол то тогда вы будете защищены, и это зовется настоящая сатсанга. Шила Бхактинонатакура говорит, чтобы понять разницу между Бхактинонатарой и то, что не является ей, это есть настоящая сатсанга. И тогда вы можете понять, что есть Бхактинонатар, а что не является Бхактинонатарой. Поскольку настроение Шила Бхактинонатакура, его настроение очень высоко, и чтобы не писал Бхактинонатакура в читании Шекчамрита, в учении Шекчатани Махапрабху, Бхактинонатархаса и все остальное, поскольку то, что пишет Бхактинонатакура, он описывает то, что есть на Галоке, описать это языком, это практически невозможно, то, что происходит там, только он смог это сделать. То есть это практически невозможно представить текстом в словах в каком-то языке, на каком-то языке, то, что происходит в том духовном мире, но только Шила Бхактинонатакура смог это сделать. На английском даже, на Бенгале он написал. Очень такой простой язык, простой и доступный для понимания язык. Это было 150 лет назад, и те англичане, которые повелевали Индию, они очень удивлялись этой красоте его английского языка. Он так просто, так сладко, так доступно, как это возможно. И Бхактинонатакура, он писал на таком превосходном английском языке. Жизнь и учение Сечетани Махакрабу, он написал также комментарий к Бхактинонатакура на весь Бхактинонатакура. И так много он дал нам. Для Шилы Бхактинонатакура мы… Он уже тогда представил нам… представил Гаудья Даршан перед всеми известными людьми, где… где… где он только не был. В Кагрузском университете, в каком-то… в другом огромном месте. Даже в доме Рабитра Натакура он был. Он там рассказал ему о учении Сечетани Махакрабу. Никто не смог ничего возразить. Настолько прекрасно он все это представил. Но, так или иначе, Шилы Бхактинонатакура, он дал нам так много всего. Если вы сможете понять это, вы осознаете, что и есть настоящий Гаудья Даршан в Рамбагане, в Калькутте, рядом с Маникталой. Маниктал в Калькутте. И там Шилы Бхактинонатакура построил какое-то Рамбаган здание. И в то время, когда копали фундамент, копали яму под фундамент, то нашли Курмадева, Шалаграмма, Курмадева Бхактинонатакура. Он явился там. И Бхактинонатакура, он очистил его, совершил апхишек и бималапрасаду. Он дал это служение, чтобы он поклонялся ему. И вопрос возникает. В то время, Шилы Бхактинонатакура не мог посвящение получать. Как же он поклонялся? Да. Но такое возражение, оно не имеет силы, поскольку глупые люди, они не могут понять умонастроения Шилы Бхактинонатакура, Шилы Прхупатты, Шилы Бхактинонатакура. Если они хотели... И вот в то время Бхактинонатакура дал это служение, совершать пуджу Курмадеву для бималапрасад, Бхактинонатакура было возможно. И тогда Бхактинонатакура, он организовал какое-то общество там. Я вот не помню, к сожалению, название его. И он начал писать... И Шилы Бхактинонатакура начал писать статьи для разных изданий. Потом Саджанаташани началось с тех пор. Это совершенный Саджанаташани. И с Шилой Бхактинонатакуром, Шилой Прхупатт, он путешествовал по разным местам. Поскольку Бхактинонатакура брал меня с собой в различные места паломничества, и Шилы Бхактинонатакура и Шилы Прхупатт всей своей жизни... Они никогда не говорили, что Шилы Прхупатт никогда не назвал Шилы Бхактинонатакура своим отцом. Никогда. Даже ни единого случая за всю его жизнь. Он никогда не говорил, что он мой отец. И Шилы Бхактинонатакура, соответственно, никогда не говорил, что Шилы Прхупатт его сын. Смотрите, никогда такого не было. И Шилы Прхупатт видел Бхактинонатакура, когда бы он не смотрел на Бхактинонатакура, он видел, что это Радхарани. Это был такой даршан Шилы Прхупатт. Он видел Радхарани в нем. И Шилы Прхупатт говорил об этом. Это Радхарани там в нем находится. И этот материальный даршан, он запрещен. И вот Шилы Бхактинонатакура, он брал Шилы Прхупатт с собой на различные места паломничества. И в Пуле также Бхактинонатакура жил рядом с Самадхи Шилы Харидастакура. И рядом там был чей-то немат. Бхактинонатакура, он совершал бхактинонатакура под руководством Харидастакура. И в то время, после того, как Бхактинонатакура вышел на пенсию, он совершал бхактинонатакура. И сначала Бхактинонатакура решил отправиться во Вриндаван. И во Вриндаване есть такое место, Ширикшетра называется. Там есть храм Джаганатха на берегу Радакунды. Если вы совершаете по реку Радакунды, там храм Джаганатха есть. И этот храм Джаганатха, согласно его прославлению, он олицетворяет собой Шикшетру, который не лачал даму, которая явилась там. И там есть Бхактинонатакура, Шилы Бхактинонатакура, он там построил его. И вот Бхактинонатакура говорит о себе так, что я следую Лалите Саки, Камаламанджари. И Бхактинонатакура организовал там какой-то бхактин, он совершал бхактин, и Шилы Прабхупад тоже иногда шел туда, совершал бхактин. И то место сейчас, где Шилы Бхактинонатакура построил Бхактинонатур, он сейчас Читане Матху принадлежит во время Шилы Прабхупад. На Гаводхане. И вот история с Таракешевом. Таракешев это не обычный Махадев, он Садошева, но обычные люди не знают этого. Он Садошев, и там Гупешева не обычный Махадев, он сам Садошев, а Двай Тагасай. И люди не могут понять это, что это Вишну Татва. И вот Махадев Шанкара Бхагаван, он явился Бхактинонатакура и спросил, что ты сделал для Гурадама, которая не отличена от Вариндавана. Ты решил отправиться во Вариндавана, что там? А кто будет служить Гурадаме? И Бхактинонатакура Шанкар Махадев явился во сне и дал такие наставления. И поэтому он поселился здесь в Гудрубе. Иначе бы он ехал во Вариндаван. И вот когда Бхактинонатакура был там, в Нилачалдаме в то время он совершал Бхактинонатакура под руководством Намачари Харьдастакура. И он объяснял читание Бхактинонатакура и читание Чайтана Бхактинонатакура. И даже сейчас, если мы будем читать его объяснение Гиты, то можно увидеть, насколько просто и настолько ясно все представлено там. И в то время Шрилы Бхактинонатакура совершал там свой бхаджин. И однажды Бхактинонатакура дал наставление Бималапрасаду. Он сказал, что у него какое-то служение в Калькутте, в Бенгале. Ему нужно идти и ехать, чтобы он за него в течение недели говорил Харикадху. У него была какая-то работа в Бенгале. И сказал, что ты должен за меня остаться и говорить Харикадху. Когда Шрилы Бхактинонатакура согласился, и Бхактинонатакура, когда ушел, и Шрилы Бхактинонатакура начал объяснять Шрилы Бхактинонатакура. И когда Бхактинонатакура ушел, Шрилы Бхактинонатакура начал объяснять Шрилы Бхактинонатакура. В общем, они решили его убить. И тем временем Шрилы Бхактинонатакура приехал и видит, что слушателей стало гораздо меньше. И Бхактинонатакура думает, что же, почему. И тогда Бхактинонатакура сказал, сегодня ты тоже должен говорить Харикадху. Я вот только пришел, поэтому продолжаю. Он хотел послушать, что же там, почему все ушли. И после этого Бхактинонатакура слушал то, что он объяснял о Читамрите. Он понял, что никто не может слышать такую абсолютно неприкрытую истину. И он понял, почему слушателей стало гораздо меньше. Они не могут потерпеть такую абсолютную истину. Ты должен продолжать говорить. Вот Хакур. Они хотят убить меня, если я выйду отсюда. Но я слышал об этом. И тогда я решил отправить его в Навадипадаму. Враджапаттан, это место Враджапаттан называется. И то место, где Чайтанимат Чандашикара Абаван, это уникальное место, очень высокое. Даже наводнение не задевает его. Но однажды в 2000 году я был там. Там даже Чайтанимат весь затопило. Было очень сильное наводнение. Я в то время там жил. Но так или иначе, то место, Чайтанимат дал ему Харинам Малу и чтобы он повторял Харинаму там. Поскольку Харинам это единственное решение для всех проблем. Хотя мы не можем решать с помощью Харинама какие-то проблемы, но в то же самое время Харинам это решение для всех проблем. Если мы искренне повторяем его, то все само собой решится. И вот он сказал, чтобы... Шил Бхакшин так говорил, чтобы мы повторили Харинам устами и руками совершали служение. И в тот или иной день чистый Харинам явится на наших устах. Мы должны всегда совершать служение, не пытаться отдыхать, поскольку отдых значит буквально смерть. И мы всегда должны повторять Харинам. Идем мы куда-то на рынок или чем-то занимаемся, но мы никогда не должны прекращать повторять Харинам. Если вы хотите понять, кто такой чистый предный, то можно видеть, что чистый предный не всегда повторяет святые имена, помнит Господа и не забывает о Нем. И это такое строгое наставление Шил Бхакшин так говорил, что мы должны повторять Харинам устами, а руками совершать служение. Даже когда вы заняты каким-то служением, то все равно нужно повторять Харинам, не останавливаться. Кто может сказать, когда мы умрем, сегодня или завтра, как мы не можем жить без Харинама. И поэтому мы должны продолжать воспевать святые имена, не останавливаться. И по наставлению Шилы Бхакшина Такура, Прабхупад пришел в это читание Матх в Майпур. В то время один лес ничего не было, и даже 50 лет назад, если в Майпуре были одни джунгли, одни шакалы. Только 50 лет назад такое было. Но за эти 20 лет я наблюдаю в Майпуре, очень многое изменилось. Я жил на берегу Ганги, повторил Харинам, я чувствовал, я был во Вриндаване. Но Апракита Вриндаван это Вриндаван. На воде дама, она опрокрытая, она неотличная от Вриндавана. И Бхакшина Такура говорит, что это подобно сети. Дама Махатми, говорится, что Майя Деяна подобна сети, которая сверху находится. И поэтому обычно люди, которые приезжают в Майпуре или в какую-то ситуацию, там они видят только какие-то неудобства, что-то внешнее, а внутреннее не так просто попасть. И вот Сила Пхуквата он воспевал, сколько там, в Макути, он повторял Харинам все, сколько я забыл цифру, миллиардов документов, по-моему, или около того. И потом Сила Пхуквата он построил свой баджан-кутир на Гадруме. И вот если вы там были, можно видеть, там двухэтажное здание построено было из Сила. И когда я приехал во Вриндаване, я жил там вот в соседней комнате с Бхакшина Такура. Меня туда-туда поселили, это давно было. И вечером я говорил Харикодаху, там его баджан-кутир. И так или иначе, там можно увидеть маленьких такой... С левой стороны, там маленьких храм, там Гургададхаравигахам была, который поклонился Бхакшина Такура. Он повторял Харинам с закрытыми глазами. И Кишин Бхакшина Бхакшина Махарадж, он никого... Никого... Был его сыроком, и... Бхакшина Такура был всегда погружен глубоко в медитацию, и не отвлекался на внешне. Может, вы слышали Алу Далуми Махараджи, он старший брат Кеша Густа Махараджи. И вот как кто-то приходил, он спрашивал, кто приходил, если это были тексты от силы Прабхупады, то его Сева Кришна Дас Бхабаджи Махарадж. То есть другой, и у нас есть два Кришна Дас Бхабаджи Махараджа. Один – это наш Гурвага, он ученик силы Прабхупады. Он знаменит тем, что все время повторял Харинам, и пел киртан, и не спал никогда. И другой Кришна, Баба Джамахарад, он был севаком Бхактина Такура, он был его учеником. И тогда Кришна, Баба Джамахарад, он подходил к человеку Бхактина Такура, очень тихо звал его, и когда он вышел, Бхактина Такура, он выходил из медитации и спрашивал, что случилось. И Баба Джамахарад говорил, что вот кто-то пришел, чтобы получить аршин ваших лотосных стоп, и Бимала Прасата отправил их, и он сказал, хорошо, пускай приходят, и когда они приходили, Алдалай Махарад говорил, когда я вошел в комнату Бхактина Такура, я удивился, я смотрю, сияние исходит из его тела, и Бхактина Такура, он открыл свои глаза, поскольку его глаза всегда были закрыты, и Алдалай Махарад сказал, когда он посмотрел на меня, то я почувствовал, что все, я очистился, все нечистое, все оскорнение, оно все ушло из меня, и я никогда не смог забыть его взгляд. И Мак Грудев тоже говорил, когда Сила Пархупад посмотрел на меня, когда я мастировал его лотосные стопы, Сила Пархупад сидел на кресле, он открыл глаза, посмотрел, кто, и Алдалай Махарад говорил, что тот его взгляд, и то, что он сказал, полон любви, я никогда не слышал, не видел в своей жизни. И Грума Харад говорила подобное, и потом это описано, и снова повторяю, он вспоминал это, когда Сила Пархупад звал меня, о Парамананда, и Грудев говорил, я не мог забыть это всю свою жизнь, я помнил это всегда, с какой любовью он звал меня, и смотрел на меня, и после этого Сила Пархупад оставил свое тело. Это был последний момент, когда Грудев и Парамананда, Парамананда и Парамананда, они слушали Сила Пархупаде, и перед его уходом Сила Парамананда и Парамананда. То есть у них смена была 12 часов в тот и тот. Сейчас Алдалай Махарад говорит, я не мог забыть, как Сила Бахтина Такову посмотрел на меня, ничего не сказал, он просто посмотрел на меня, он обратил на меня свой милостивый взгляд. И Сила Бахтина Такову, он все время, он был в лиле, он памятовал, он круглосуточно был в этой лиле, находился в такой медитации, он всего лишь два или три раза пил молоко, немного просада, вот совсем немного. И все. То есть он очень мало ел, он просто находился в медитации, он был в этих лилах практически и всегда смотрел на гору Гададхара, они были там слева от него. И после того, как Бахтина Такову ушел, то гору Гададхара, она была установлена в главном храме, но потом украли ее. И потом Сила Бахтина Такову опять установил ее. У меня есть фотография изначально той Виграхи, которая была при Бахтина Такову, в книге про Вишнупри, там опубликована эта фотография. И когда Бахтина Такову был дома также, когда он... Бахтина Такову делал вид, что отдыхает, но он... Когда он отдыхал, он спал очень мало, он где-то с девяти до одиннадцати примерно спал. А с полуночи примерно... И с полуночи он Бахтина Такову повторял Харинам. То есть он ночью повторял Харинам. И когда он заканчивал свою работу, то Бахтина Такову повторял Харинам, но люди смотрели, куда-то он ушел, как будто умер он. Они испугались, позвали... Начали его звать, и он ничего не отвечал. И они думали, что он умер уже, может уже все. И они начали его как-то приводить чувства, пытались. И он пришел к себе, спрашивал, что случилось, зачем беспокоить тебя? Мы беспокоим тебя, простим. И Бахтина Такову сказал, что Индра Махарадж, он позвал меня там, спорили о чем-то, не знали, кто прав. И Индра Махарадж пригласил меня, и я был там на его собрании, тут вы меня отвлекали. И в то время, сто или сто пятьдесят лет назад, Шила Прабхупад был лучший из... И как-то сказать... Ятис. Ятис. Ятис, ятис. 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 Он... Астролог. Ну, это как бы... Джотис, значит, гораздо более глубокое значение, а астролог, как бы... не полная. Джодиш – это часть Вед. Это очень такое обширное учение. И Шиллопраппад был лучший среди всех. И сейчас мы следуем пьян-бокчи Панджики на Бенгале, такой календарь. И вот этот пьян-бокчи был учеником Шиллопраппада. Даже те, кто изучают астрологию, астрономию, даже до сих пор они следуют тому, что было написано Шиллопраппаде сто лет назад. Насколько научно, настолько точно, что те, кто изучает эту астрологию, Джодиш, они вынуждены следовать тому, что оставил им Шиллопраппад. Насколько уникальны, настолько несравненно. Его вычисления не были настолько точны, что невозможно даже представить. Однажды кто-то пришел к Бималпрасаду, ему около 13-14 лет, кто-то пришел к нему и сказали, что мы знаем, что вы знаете астрологию хорошую. Скажите, когда я там умру? Сколько жить осталось? И Шиллопраппад, он посчитал и сказал, в таком-то году, в такое-то время, в такой-то час, столько минут, столько секунд, вы умрете. И в то время этот человек, вот конкретно, в то время он умер, но когда Бхактин узнал об этом, что Бималпрасад сказал, посчитал точно продолжительность жизни какому-то человеку Бхактин, он сказал, что не нужно этого говорить. Иначе они не будут получать вдохновение что-то делать. Если, например, кто-то что-то делает, строит какой-то высотный дом, и вдруг он узнает, что завтра он там помрет, то он, соответственно, не будет вдохновения чем-то заниматься. Все обусловлены души, они должны страдать от своей кармы, от своих этих плодов кармы. То есть, если они... Почему столько проблем в нашем обществе? Почему? Поскольку Шилла Бхактин так говорит снова и снова. Поскольку они оставили наших... А, то есть, почему проблемы в Годи-Матхи, вообще в духовных организациях? Поскольку люди, которые приходят сюда, они оставили свою семью, свою материальную жизнь в незрелом состоянии. То есть, они пытаются достичь на пути Бхактин так, то же самое, в чем нужно достигать в материальной жизни. То, что написал Бхактин так, мы должны читать это. Все его статьи, его книги в Саджанатошине. Мы должны изучать это. Садду-санга пранали-вичар. То, как мы должны совершать совершенную Садду-сангу, все очень точно, четко, ясно и научно там объясняется. И Бхактин так плачет, что те Ачарьи, если они могут следовать Расамрита Синту, если они могут следовать Санатани Гасвами Падру, Хари Бхакти Виласи. И Бхактин так его говорит. Они должны следовать и принять. То есть, они должны следовать учению Санатани Гасвами, иначе они вынуждены будут совершать какие-то ошибки. Если один Ачарь что-то не так сделает, то второй, потом следующий, и так получается, что бардак получается. И Джива Гасвами Падру, я говорил об этом вчера, вот эти строки. Есть одношлока, вы, может, слышали много раз. Джива Гасвами Падру Сандарбхи, Бхакти Сандарбхи, он объясняет, что если Гурдев не совершенен, если Гурдев не Садгуру, что значит Садгуру? Кто-то спорит друг с другом, что мой Гурдев не Садгуру, а что значит Садгуру? Вы понимаете, что значит Садгуру? Не все Садгуру, значит Сад, значит Астия, вечное существование, вечное. Кто имеет нити ситхи, Садан ситхи, тоже его можно найти в вечное существование в духовном мире. Понимаете? Если вечное его существование, то Астия, значит он вечен. Не значит, что сегодня Гурдев умер и все кончилось, нет, это не так. И тогда и только тогда можно сказать, что он Садгуру, понимаете? Садгуру. И если вы сможете принять приближенную Садгуру, тогда вы можете обрести благо. Джоргасвами Пад говорит об этом. Если вы следуете Гурдеву, и второе, Шабда Брахма, и Шабда Брахма значит, он сведущ в Писаниях. Он знает Веданту, Сеси Сиданту и прочее. И поэтому мы находим шлоку в читании Читамрите, вот это. Относительно Сиданта, если вы хотите, то Сиданта – это нужно изучать ее. Нельзя пренебрегать ею. И тогда и только тогда вы можете обрести сильную привязанность к Кришне, иначе нет. И вот Джоргасвами Пад говорит, что он очень глубоко знает все. Джоргасвами говорит, что если вы приблизитесь к вашему Гурдеву, чтобы спросить что-то о Сиданте, а если такой Гурдев не может ответить должным образом, то вы, значит, обмануты. То есть, если вы… Понимаете, то есть, если такой Гурдев, который не может, не сведущ в Сиданте, то и не сможет дать должные советы своим ученикам, то ученики, соответственно, не могут достичь ничего. И это третье. И Бхактима Дагуру – Садгуру. И Бхактима Дагуру – Садгуру. И вот следующее. Шабда Брахма. Шабда Брахма – значит, это все суждения Писаний. Он сведущий во всех Писаниях. Пара Брахма – Он Верховный Господь. Он имеет связь с Верховным Господом, с Гурангой. И третье. Что такой Гурдев, он находится на таком уровне, что Брахма – значит, Шабда Брахма – Пара Брахма – я имею в виду, Кришна лилия в лилия Гуранга. Упасам – значит, Расоскрытие Упасам. А почему это слово используется здесь? То есть, он – Нитя Сидра или Садан Сидра. То есть, Упасам – это слово значит, что сердце удовлетворено, то есть, у него нет никаких посторонних желаний, нет вожделения, нет ничего. Только Бхакти присутствует в его сердце. Он любит Кришну, он хочет служить Кришне. Почему Шабда Бхупат открыл так много Матхав? Не для того, чтобы заниматься какими-то материальными действиями, да, для Драма Сева. А мы практически всегда используем неправильную философию Шилы Пархупаты и Шилы Бхактина Такура. И поэтому мы наказываем то, что говорят Шилы Пархупаты и Бхактина Такура. Если мы сможем следовать этому, то нет никаких беспокойств. Мы должны следовать тому, что они говорят нам. Шилы Бхактина Такура говорит, если эти Ачари, они не думают об этом, то в ближайшем будущем они могут всё потерять. Это Бхактина Такура предсказал ещё 150 лет назад. Шилы Бхактина Такура сказал, если постепенно мы видим, что количество отречённых увеличивается, это шутки майя. Если мы видим, что количество отречённых Саньяси и Брамачари всё больше и больше, оранжевая одежда становится, то будьте уверены, что это шутки майя. И как это возможно получить тогда такой шафран? Мой Гурдов говорил, спустя долгое время, только через 5-10 лет, Шилы Пархупаты давал шафран кому-то. Обычно он смотрел 5-10 лет, как ведёт себя преданное, его настроение, его жизнь. И после этого он только мог дать ему шафран 10-15-2 лет. И после этого Шилы Пархупат думал только, можно ли дать ему саньяс, не саньяс, даже шафран. А что говорить о саньясе? 20-30 лет прошло, и Кеша Гусеймахар, он был очень достоин, он опракрит веданте. Веданта Даршан, Шила Кеша Гусеймахар, он уникален. И он был очень могуществен, но всё же мы видим, что Кеша Гусеймахар не смог получить саньяс от Шилы Пархупаты. Он получил саньяс от Шилы Пархупаты. Мой Гурадев тоже, он решил уже дать саньясу Шиле Гурадеву, но Шилы Пархупаты ушёл из этого мира. Он не успел. И тогда Гусеймахар плакал, что делать? Шилы Пархупаты хотел дать мне саньяс, а что делать? И ночью, ближе к утру, Гурмахарач сон увидел, в котором Шилы Пархупаты дал ему саньяс мантра. И я проснулся и взял мой Шилы Пархупаты, что исполните своими книгами и дневниками. Он сразу взял этот дневник и записал саньяс мантра, который произнес Шилы Пархупаты. Гурадев сказал, что Шилы Пархупаты пообещал мне, он выполнил свое обещание. Но я не могу так сказать, что я получил саньяс от Шилы Пархупаты, поскольку многие люди не поймут меня. Я был вынужден принять саньясу от Шилы Пархупаты, Мадав Гусеймахарач тоже принял от него саньясу, от Бхакти Гура Пархупаты. Это был особый случай. Шилы Пархупаты дал саньясу за 6 месяцев. Это практически невозможно. Бхакти Гура Пархупаты буквально через полгода он уже дал им саньясу и отправил на проповедь. Но всех остальных надо было ждать десятки лет. И так или иначе, Шилы Пархупаты говорили о Шилы Пархупаты. Шилы Пархупаты говорит то, что мы пишем в нашей Сиданте, то, что мы говорим в Харикатку всегда. Мы должны поддерживать живым течение Шилы Бхакти Гуратакура. Мы не можем позволить, чтобы Бхакти Гуратакура остановилась. Это его благословение, что Бхакти Гуратакура никогда не остановится. То, что учение Шилы Бхакти Гуратакура никогда не прервется. И вот в то время перед англичанами Шилы Бхакти Гуратакура объяснял философию Вашнавадаршан. И после, когда Бхакти Гуратакура, он явил лилу болезни, когда Сананда Суканда Кунджи, Сананда Суканда Кунджи, там в Гадруме, однажды случилось что-то, Бхакти Гуратакура, он писал там, Бхакти Гуратакура, на берегу Сарасвати, на берегу Сарасвати. Бхакти Гуратакура была там написана. У него два, там две комнаты, одна комната Шилы Прхупада и Бхакти Гуратакура. И Бхакти Гуратакура выражал свое беспокойство. Почему? Поскольку он видит, что люди не заинтересованы понять сокровенные секреты Баджана, и даже сейчас, то есть они хотят чего-то простого, они не могут потерпеть даже многих таких вещей, и поэтому... И вот в то время Бхактино Такур он беспокоился, как с Нарутом Такуром, когда все люди и Нарутом Шиневас, Ромачанды, я уже сказал, они проповедовали очень, так сказать, широко, но Пашанды, эти Пашанды, они говорили, что Бхактино Такур он такой, он народом Такуре, что Баджан совершает, как он это параличие получил, и ученики... И вот Роман Чакравати был учеником, говорит, я хочу ответить им должным образом, они критикуют тебя, и Нарутом Такур он пошел, принимать омовение в Ганге, они пошли вместе, и... А вот народом так, он, точнее, проказы заболел как-то, и вот они пошли на Гангу принимать омовение, и он исцелился, когда воды Гангини сразу же исцелили его. И вот... И вот... И когда Бхактино Такур он... Собрался уйти, то... Сила Пахпад попросил его остаться еще в этом мире, поскольку как он один сможет проповедовать Гуде Даршан. И вот там Сахаджи... И вот она же, Чила Пахпад, поехал в какой-то город, и Чила Пахпад говорил только в течение пяти минут, все Сахаджи, и они начали возмущаться, и попросили его закончить. И вот... И... 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 как я могу что-то принять для тебя. Если ты можешь принять мои учения, тогда я смогу что-то поесть в твоем доме. И тогда Шила Прабхата начал молиться Бхахтином Такову, чтобы он был являл болезни, и Шила Прабхата попросил его остаться дольше в этом мире. И Бхахтином Такову быстро выздоровел, буквально за 1-2 дня. И Шила Прабхата отправил его в Бхахтином Такову. Там они спорили с Вешнавами, что они спорили насчет того, что нельзя давать священный шнур всем подряд, и спор между Бхахтином и Вешнавами. И было организовано большое собрание, и там на этом собрании Шамананда Паривара, Вишамананда Дев Госвами. Он был президентом этого собрания, он был уникален. Он знал Веданто и был очень уважаемым. И Бхахтином Такову благословил Бхамала Прасада. Прабху, иди туда и утверди Сиданто, и останови их, и Шила. Бхахтином Такову сказал, что все мои благословения с тобой, и поэтому езжай туда. И вот он принял его благословение и поехал в Миднапур. Это место Дига называется в том районе. И Шила Паххупат. Когда он доехал туда, он увидел много образованных ученых. Но Вишамананда Дев Госвами, он был президентом этого собрания, и он решил, что вот Бхамала Прасад Сарасвати, ты будешь, ты будешь единственным спикером, ты должен разрушить Сиданто. Может это день, два или три, не проблема. Сколько нужно времени, столько и бери. И Шила Паххупат начал говорить о брахмах и ващнавах. Кто такие ващнавы, кто такие брахманы? Какие качества брахманов, какие качества ващнавов? Какой уровень ващнавов и брахманов? И когда он начал говорить подобно огню, никто не мог ничего возразить, Чила Паххупат разрушил утверждение всех их сомнений. И после этого тысячи людей, там было как минимум 20 тысяч людей, а то и больше. Их было очень много, тяжело было подсчитать. И после того, как собрание закончилось, все эти тысячи людей, они хотели принять пыль. Стоп, Шилы Паххупат и Абвишамбаранад Девгасвами сказал, что не нужно такой давки допустить, нужно организовать большую емкость. И в этой емкости они начали омывать лотос на стопы Шилы Паххупат и поливать воду в эту емкость. Все пришли, капли взяли и вся черномалия такая кончилась. И когда Бималапасад вернулся, Шилы Паххупат, он обнял его. Но Шилы Паххупат никогда не относился к Бималапасаду, к Шиле Паххупат, как к своему отцу. И Баххупат не относился к Праххупат, как к своему сыну. А Шилы Паххупат, соответственно, к Баххупат, как к своему отцу. Никогда такого не было. И потом Баххупат сказал Шиле Паххупат, что ты должен начать Дама Паххупат. Вся сила с тобой. Ты должен начать Дама Парикрама, обхождение Святой Дамы. И через это Дама Парикрама, бесчисленное число людей, они могут обрести великое благо. Даже те, кто ничего не знают, просто если они будут ходить по даме, просто есть кичери тоже, и они все равно обретут благо. И Баххупат так сказал, через эту Дама Парикрама бесконечное число джив, они обретут благо и начать это. Это твоя обязанность. И утвердить Дайва Варна Шрама, это то, что ты должен сделать. Дайва Варна Шрама. И сейчас люди не понимают, что такое Дайва Варна Шрама. Если я буду объяснять значение Дайва Варна Шрама, все будут спорить со мной. Они будут спорить со мной, почему так или так говорю. Но они не могут ничего сделать. Я могу указать свидетельство с человеком. Бхактион Такура Вишанат Шакраврати Такура с Бхагарат Гиды. Махарад, я не критикую. Я не люблю критиковать, но если я сижу на Вьясасане, я вынужден говорить абсолютную истину, иначе я вынужден буду отправить саббат. И Бхактион Такура говорит, что ты должен утвердить, начать Дама Парикраму и Дайва Варна Шраму, Дама Сэво. Иначе никто не может этого сделать, кроме тебя. И Шила Прабхупад, он принял эту силу, это благословение от Бхактион Такура и начал наводить Дам Парикраму и Дайва Варна Шраму. Я в дальнейшем могу объяснить, знаю, это очень опасная тема, многие будут против, но все же я какой-то день могу объяснить Дайва Варна Шрама. И с тех пор Шила Прабхупад начал Дама Сэво с большим энтузиазмом. Много раз Бхактион Такура говорил, что Бхактион Такура у него болел, у него голова болела, что-то подхватило, практически умирал. И Бхактион Такура, Бхактион Такура, Бхактион Такура сказал, ты должен всю ночь находиться с ним в своей комнате и повторять свет именно. А мы уезжаем. И вот Бхактион Такура, он начал повторять Харинам всю ночь рядом с ними и утром. Люди пришли и смотрят, почему все пришли, они увидят, что это Анада Прасад, это один из сыновей Бхактион Такура, практически умирал. И когда он умирал, увидели, что какой-то Рамануджа Тилак явился на его теле. И это Дживатма говорит, я был Рамануджа Саду, в прошлой жизни я совершил оскорбление лотосным стопам. «Бимала Прасада Сарасуати». Это титул он позже получил, но так или иначе, он сказал, и после этого все смотрят. Это Дживатман говорит, что я, вот Раману Засаду был в прошлой жизни, совершил оскорбление, и поэтому я был вынужден родиться в семье Бхактюна Такура. И сейчас я осознал это, прошу прощения, иначе я не знаю, как избавиться от этого оскорбления. И Бхактюна Такура благословил его, и он ушел, он умер, эта душа ушла из тела. И когда человек родился, с тех пор Бхактюна Такура сказал, что он сразу сказал, что он необычная личность. То, когда вы поймете, кто он, и по наставлению Бхактюна Такура у нас так много сегодня возможностей, но мы очень удачливы, но все же мы неудачливы, поскольку мы находимся в положении яду. Эти яду не очень удачливы, поскольку они родились в династии самого Шри Кришна, но они потеряли свой разум, и все так померли. И мы настолько удачливы, я не могу объяснить это, насколько мы удачливы. Я очень горжусь этим, что мы с Гаудия Матха, что мы получим благословение. Шилы Прабхупады, Шилы Бхактюна Такура, и когда я вижу, что происходит сейчас, я просто плачу. Как это исправить? Шилы Прабхупады должны явиться, Бхактюна Такура должны явиться, поскольку мы все обрели от вас. Бхактюна Такура